Встречи с жителями поселений уже давно вошли в рабочий график главы округа Дмитрия Баренова. Традиционно его сопровождают заместители, руководители различных служб и подразделений муниципалитета, а также депутаты, советы депутатов. Встреча в таком формате позволяет дать ответ практически на любой вопрос, который волнует местных жителей. Тротуар бюджет делает нам в этом году, слава богу, потому что мы не в магазин, никуда. Должны закончить, мы в свою очередь делаем на въезде сами такое что. Там вопрос обслуживания зимой этой дороги, пешеходной дорожки встает. Просто, чтобы забегая вперед, как это будет решаться? Мосавтодор заключает контракт с подрядными организациями. То, что сегодня в округе происходит, меня не устраивает по областным дорогам, поэтому через неделю, наверное, они меняют полностью подрядчик. Они уже на вас выходили? Сейчас будет рабочее совещание первое с новым подрядчиком, которое будет и в Домодедово, и в Ленинском городском округе проводиться. Проблем у жителей микрорайона хватает. Это электро- и водоснабжение, развитие дорожной и социальной инфраструктуры. Состройщик территории компания RDI заключила партнерское соглашение с компанией Seven Sons Development. По словам Дмитрия Оборенова, именно эта структура начнет строительство детских садов и школ в ближайшее время. Сейчас на регистрации договор Seven Sons Development МСК «Восток», который берет в себя социальные обязательства. Соответственно, это садик на 120 мест. И дополнительно он строит в 560 мест детский сад и школу на 1040 мест. Планируется, что все эти социальные объекты появятся уже к концу 2024 года. В целом, историю микрорайона Южной Горки благополучно не назовешь. Уже на этапе возведения домов участники долевого строительства столкнулись с проблемами, решать которые неизменно помогало руководству муниципалитета. У нас же, собственно, и долгострой был. Мы боролись за свои квартиры, теперь боремся за инфраструктуру. Администрация играла большую роль даже для достройки наших домов, вот этих вот, которые были долгострой. Приезжали из администрации, из Межилполитики, помогали они. То есть мы, благодаря, может быть, администрации, ее помощи достроили хотя бы вот эти 15 домов. Местные жители, участники мероприятия отмечают, что с администрацией округа у них уже давно налажен контакт, в том числе неформальный. А подобные встречи – это повод подвести итоги того, что сделано с одной стороны, а с другой – наметить планы на ближайшую перспективу. Безусловно, встреча носила конструктивный характер, потому что обсудили всю повестку, несмотря на то, что она была обширная. На уровне замок главы района по разным направлениям есть возможность по телефону общаться, есть какие-то острые вопросы, в том числе какие-то подтопления всегда помогают. Микрорайон Южной Горки является частью жилого комплекса «Южная долина», который состоит из многоквартирных домов малоэтажной застройки, таунхаусов и коттеджей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин